Всем привет! Сегодня у нас с вами будет косметическое видео, а именно декоративная косметика. Покажу вам все, что у меня появилось за последние, наверное, месяцев 5 или 6, я уже не помню, но очень давно не снимала такое видео. Будет очень много люкса, будет Burberry, будет Guerlain, Isadora, Armani. В общем, давайте начинать. Люблю я очень эту тему, потому что она очень хорошо переключает мозги с повседневных забот на что-то такое приятное, наше женское. Так, вот такой вот крем от Burberry. Fresh Glow BB Cream. Luminous Skin Correcting Beauty Balm. Такой вот крем я нашла в ТК Макс. Это у нас магазин такой, где люксовые бренды, и не только люксовые, продаются чуть ли не с 70% скидкой, иногда 50%. Не знала, что это такое, не знала, что это за номер, пробников там нет. Ну и взяла, думаю, возьму, была не была. Neutros номер 1. Хороший крем. Здесь, значит, идет SPF 30. Мне, кстати, понравилось, что SPF фактор здесь, опять же, идет не химический, а... Боже, вот это слово постоянно забываю. В общем, не химия, а тот другой, где отражающие частички, минеральный, по-моему, SPF. Вот, стоил он 16,99, хотя обычно стоит намного больше. Такой вот тюбик. Он мне понравился, но он, знаете, очень классно подойдет к сухой коже. Я вообще в последнее время замечаю, или мне так кажется, что людям с сухой кожей намного легче найти какие-то кремы и вообще косметику, которая будет подходить. Вот, для сухой он будет шикарно. Он, конечно, именно BB крем, он очень такой нежный, он мало что скрывает, но в основном он делает, конечно... О, Клара начала там кричать. Он, конечно, выравнивает цвет кожи, его абсолютно не видно на коже. Но на моей коже, к сожалению, через полчаса я блещу как блин, потому что тут видно еще хаживающие компоненты. Пахнет очень приятно. В общем, я блещу, и я постоянно это закрепляю пудрой. В общем, мне он не очень подходит, но я все-таки летом вот с удовольствием им пользовалась. Вот такой вот. Потом у меня здесь две палетки Герлен, причем тоже из ТК Макс. Вот, 24,99. Представляете, за такую цену обычно Герлен даже и понюхать нельзя. Так, ОВП, вот написано 48. Получается 50% скидка. Терра Индиго, причем я даже сохранила коробочку. Но тут, к сожалению, уже все немножко такое грязненькое. Цвета, к сожалению, мне не очень подошли. Но посмотрите, какая красота. Вот я западаю на вот эти коробочки красивые, блестящие. Как сорока-ворона. Все, что блестит, мне нравится. В общем, вот такие вот тени. Тут уже есть зеркальце. Смотрите, какие интересные. Эти коричневатые, вот это вот золотая, золотые блестки. Вот они. Они очень быстро стираются. Они мне, в принципе, и не нужны. Вот такой здесь коричневый, более светлый, более темный, оранжевый, синий. Синим я пользуюсь редко. Вот эти коричневатые, они такие теплые цвета. Мне, к сожалению, не очень идут. Ну, может быть, в складочку глаза подчеркнуть иногда буду пользоваться. Так, а другая палетка, это вообще моя любовь. Повезло мне с ней. Вот такая вот. Вот, стоило уже 29,99, но это все равно не 52, как обычно. Long lasting eyeshadow. Причем тут идет номер 17. Вот он. Видите, номер 17. Тоже все очень красивое. Посмотрите, какая красота. Вот я сегодня тоже красилась. И вот прям я балдею от вот этих красивых коробочек. Вот они у меня сегодня, эти тени на глазах. Видите, 4 оттенка. 17 номер. Вот еще раз здесь все написано. Зеркало большое. Шикарные тени. Они оказались полностью матовыми. С пончиками я не пользуюсь. Пользуюсь своими кисточками хорошими. Вот как вы видите, эти оттенки вот так. Они точно такие же насыщенные на глазах. Вот. То есть я сегодня вот здесь подвела вот этим самым светлым оттенком. Вот этот я беру как базу. Вот. Он такой светлый. Вот этот. Посмотрите, какой будет насыщенный. Они такие приятные. Вот видите, на глазах у меня эти два оттенка. Тут есть еще вот такой потемнее. Им я даже не пользовалась. Вот он. И мне очень нравится вот этот топовый темный цвет. Посмотрите, какие они богатые. Шикарные. Хорошая передача цвета. Очень легко ими работать. У меня никогда раньше не было теней от Guerlain. Они мне вот нравятся, нравятся. Знаете, они мне чем-то напоминают по консистенции, по своей. По тому, как они растушевываются. Напоминает Naked 3 у меня розовое. Вот. Там есть тоже такие розоватые оттенки матовые. Вот прям один в один. Так что... Ну, эти мне очень тоже нравятся. Пользуюсь с удовольствием. Так, ну и раз уж мы о тенях говорим, покажу вам вот эти тени, которые вы видели во влоге, где мы с мамой ходили по магазинам. Тени от Isadora. Вообще, кстати, присмотритесь к этому бренду, потому что Isadora это супер качество. Единственное, что у них не супер, так это вот эти пластмассовые коробочки. Потому что если сюда бы еще вот такую хорошую коробочку бы сделали, тяжеленькую, вот как у Guerlain, то это точно бы стоило так же, как у Guerlain. То есть это по качеству абсолютный люкс, мягчайшие, шикарнейшие тени. Единственное, что вот в такой вот пластмассовой коробочке. Посмотрите, какие шикарные. Так, давайте я, кстати, вам скажу номер. Это тринадцатый номер Autumn Legends. Осенние легенды. Вот. Шикарные цвета. Они мне напоминают один в один Tom Ford Honeymoon. Посмотрите, как похоже на Tom Ford. Оттенки. Сейчас я вам все-таки сделаю свотчи. Тоже красилась вот самыми светлыми цветами. И они настолько пигментированные. Посмотрите, они просто шикарные. Вот эти два более темных. Это просто посмотрите. Это шикарные тени. Вы видите, посмотрите, какой цвет. Какое тут сияние шикарное, шиммерное. То есть, это вообще. Посмотрите. Вот, посмотрите, еще тут сколько осталось. Ну, просто вот именно вот такая трендовая палетка. Трендовые оттенки. Именно на осень, на зиму. Шикарные. Теперь я вот тут вся в тенях. Ну, вот я вам очень рекомендую. Посмотрите. Ну, это вообще. Просто вот я очень-очень довольна. У них также очень хорошие помады. Такие стики, напоминающие карандаши. Шикарные. Вообще, марка просто вот очень редко о ней слышу, кстати, на YouTube. А она шикарная. Напишите мне, пожалуйста, продается ли она в Украине и в России. Потому что она супер. Если вы найдете, вы обязательно потестите ее. Стоила эта палетка, по-моему, 20 евро. То есть, она не дешевая. Это дороже L'Oreal, дороже Max Factor и так далее. И качество еще лучше. Качество практически, я бы сказала, что это как люкс. Субтитры сделал DimaTorzok